Кубинатор запретил купаться, там вывеска стояла два дня, потом ее сломали. Лето, солнце, жара – это вам не каникулы в Мексике. Тут все намного скромнее. Но, тем не менее, пляжный сезон открыт. Какие условия необходимы для комфортного отдыха, узнал блокнот «Воронеж». Оборудованные детские места, раздевалки, охрана. Ну, не так, как сейчас. Каждый развлекается кто как может. Песочек, чтобы был, лежаночки, туалет обязательно, ну, и что-то попить, поесть. Шашлын-дос, да? Шашлын-дос, да? Какие-нибудь должны быть лежачие, лежать, чтобы люди в лежанке какие-нибудь, да. И желательно, конечно, вот от солнца вот такие вот, как они называют, зонтики. Самое главное, что хотелось бы, чтобы люди, которые туда приходили, не свинячили. Вот поели, попили, бросили и кашли. Все красиво было, хорошее было. Девочки там, шашлык. Девочки там, шашлык. Шашлык, маршлик, конечно, что я говорю, все хорошо, все люди хорошо отдохнули. Мне буфета не хватает, музыки. Музыка, да. Теперь что? Я люблю, ну, чтобы волейбол поиграть, конечно. Потому что я любить это дело. Чересетку. Ну, с точки зрения, если дикого пляжа, то это нормально. Если пляж цивилизованный, должны быть души, хотя бы просто вода, даже холодная. Мало урн, некуда кидать, даже окурок приходится ходить далеко. Переодевальные будки, только три штучки. Здесь не хватает туалета общественного. Самое главное. Это самое главное. Штуки три надо как минимум поставить. Ну, губернатор запретил окупаться, там вывеска стояла два дня, потом ее сломали. Я здесь первый раз, все время в Турции, поэтому... А что у вас здесь, развлекательные какие-нибудь? Ничего нету для детей, вообще ничего нету. Должны какие-то, значит, заведения. Где-то мороженое для детей присутствует, где-то шашлычное отдельно стоящее. Много пива, шавуха, бургеры.